Здравствуйте любители шашек! Сегодня рассмотрим дебют Ленинградская защита. Дебют характеризуется следующими ходами. CD4, FG5, BC3, GF6, CB4, BA5. Размен DC5. Далее рассмотрим ловушки как за черный цвет, так и за белый. АБ2, FG5 ход на ловушку. Теперь нельзя ходить ЕД4 из-за комбинации АБ6, ДЦ5 и бьем в дамки. Также нельзя ходить БЦ3 из-за комбинации АБ6, ЦБ6, GF4. И с хорошими шансами на победу у черных. Лучше поменяться назад. BA5, АБ6, белые ходят в центр. АБ6, 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 АБ6. АБ6, 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 АБ6. И белым нельзя ставить тычок, ДЦ5. Из-за угрозы ЕФ6 ударом по затылку, ЖФ4. И если белые меняются, тогда удар шлагбаум. АСЖ3, АСЖ5 и ФЕ7. С выигрышем у черных. Теперь рассмотрим дебютные ловушки Ленинградской защиты за белых. СД4, ФЖ5, БЦ3, ЖФ6. СБ4, БА5, размен. ЖФ4, БА5, размен назад. АБ6, занимаем центр. ЖФ4, ФЖ5, АБ2, АЖ7, БЦ3, ЕД6. Здесь два сильных хода. ЦД2 и ДЕ5. Рассмотрим ход ДЕ5. Теперь у черных два продолжения. ДЦ5 и ДЕ7. Остальных ходы проигрывают. На БА7 и ФЕ7 стоит комбинация ЕД4. ЦД2. И для разгрома можно еще выбить шашку А6. ФЖ3. И ЦБ4. И бьем пять шашек. На БА7 такая же комбинация. ЕД4. ЦД2. И ЦБ4. И бьем три шашки в дамке. Также нельзя ходить... ЦБ6. Из-за такой комбинации ФЕ5. И следующим ходом ставим дамку и отрезаем кучу шашек соперника. Рассмотрим ход ДЕ7. После ДЕ7 лучше пойти ЦД2. Теперь у черных единственный ход разменяться назад. Белые делают вторжение. Размен назад 2 на 2. И позиция чуть лучше у белых. Теперь рассмотрим, как проигрывают все остальные ходы. К примеру, ДЦ5. Тогда идет комбинация ЦБ4. Отдаем три шашки. И ходим ЕФ2. И бьем четыре шашки в дамке. Ход БА7 проигрывает после размена ЦБ4. И грозим комбинацией ЕД4. Выжидаем и бьем две в дамке. А если нападают, тогда ходим АЖ3. БЦ5. И получаем мощнейший центр. К примеру, на ЖФ6 и ЕФ4. Рассмотрим такой примерный план. Проходим в дамке. Черные пытаются прорваться по флангу. Но белые быстро выигрывают. Ходит ЕФ6. Чтобы не было нападения, ставим дамку. И нападаем на нее с тылу. Если же идут в дамки. Тогда мы ставим дамку. И стоит неотразимая угроза с помощью трамплина. Выигрыш. Также нельзя нападать. Идет в дамки. Тогда идет трамплин. И так. БА7 у нас проигрывает из-за размена. На ДЦ5 комбинация. Остается нападение. Тогда закрываемся. И не боимся такой комбинации. Дамка ловится сразу. ФЖ3. Бой на Е3. До конца бить нельзя. Тогда идет такая ловля. АБ4. И ЦД6. Давайте мы ее повторим. Комбинация не проходит из-за ловли дамки. Если не проводить, то белые давят центром. К примеру, на БА7 можно пойти ДЦ3. Размен назад. АБ4. На ДЦ7 можно пойти такой хитрый ход ФЖ3. Хотим связать. На нападение БЦ5. И такая комбинация. Бьем 4 шашки. Но если ходит, например, ФЕ7, тогда мы связываем. Ну и можем просто напасть. Либо подождать. И потом провести комбинацию. Выигрышей очень много. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.